Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как пьяный водитель врезался в автомобиль такси на улице Вишневского. Идет анализ. Протаранил машину, сбил человека и пытался скрыться. Смотри, что творится. Он его сейчас раздавит. Попытки задержать неадекватного водителя. И крупный улов. Третий пасад. В Татарстане ликвидировали нарколабораторию и изъяли больше 11 килограммов запрещенных веществ. Это и не только прямо сейчас. Пьяный водитель автомобиля Hyundai Solaris на полной скорости протаранил сзади Deo Matisse, в котором находился за рулем таксист-инвалид. Все произошло на улице Вишневского. В результате удара сильно пострадали оба автомобиля. Водители же отделались сильным испугом и материальным ущербом. Сколько выпил виновник перед тем, как сесть за руль, спросила Нафиса Минязова. Он ударил меня, он быстрее. Они служили с алкотестером. Идет анализ. 160, 962. Прибор показал почти 1 миллиграмм чистого алкоголя на литр выдыхаемого воздуха вместо допустимых 16 сотых. То есть мужчина был сильно пьян, выпил около бутылки крепкого алкоголя. Но несмотря на показания алкотестера, водитель Южнокорейской иномарки с результатами был не согласен и захотел пройти медосвидетельствование в больнице. Все, да, все, присядьте, подпишите, что вы согласен. Однако то, что он был пьян, можно было заметить с невооруженным взглядом по его поведению. Учитывая, что водитель впервые попадается за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Но этим только не обойдется, поскольку ему еще придется восстановить свой автомобиль, ущерб пострадавшей машине будет оплачивать страховая компания виновника. По счастливой случайности в аварии люди не пострадали, однако повреждения машин оказались настолько сильными, что, вероятнее всего, им понадобится помощь эвакуатора. Самостоятельно они место происшествия покинуть уже не смогут. Нафисами Незва, Дальмил Ахметов, вызов 112. Протащил на капоте своего автомобиля мужчину и протаранил три машины. Сегодня днем на проспекте Ямашево очевидцы попытались остановить и задержать водителя «Шевроле», который имел все признаки опьянения. Последний просто так сдаваться не хотел, и после одной аварии, наезда на человека, устроил еще несколько ДТП. Нафиса Минязова узнала подробности. Вот так у нас пьяный народ гоняет по дорогам в праздничные дни. Смотри, что творится, а? ***, он его сейчас раздавит, и сейчас... Очевидцы успели заснять на мобильный телефон и попытки остановить водителя «Шевроле». За несколько минут до начала этой съемки иномарка на перекрестке проспекта Ямашево с улицы Мусина протаранила черную «Ладу» 14-й модели. Именно ее водитель оказался на капоте «Шевроле». Затем мужчина на иномарке попытался скрыться с места происшествия. По словам очевидцев, неадекватный водитель протащил мужчину на капоте своего автомобиля еще пару метров, при этом прибавляя скорость. Но, к счастью, обошлось без травмы, и мужчина не пострадал. Свидетели происшествия предположили, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения. Его поведение, говорят, адекватным просто не назовешь. Сказы только везут, пока они дрались только. А он... Они пьяные были. Они все были пьяны, что ли, или только вот этот дебошет? Вот этот дебошет. Однако только этим все не закончилось. Сразу после того, как автомобиль скрылся за поворотом, он протаранил еще две машины. И уже после этого участники ДТП его не упустили и задерживали до приезда сотрудников автоинспекции, отобрав у него ключи от автомобиля. Если после сдачи анализов подтвердится, что мужчина находился в состоянии опьянения, ему придется заплатить крупный штраф. В случае, если медики определят наркотическое опьянение, то возможно, что водитель будет поставлен на учет к специалистам. Водительских прав он, вероятнее всего, лишится надолго. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, вызов 112. Смертельная авария с участием мотоцикла и автомобиля «Лада Калина» произошла накануне вечером в Тюличинском районе. По предварительным данным, водитель легковушки, грубо нарушая правила, на полной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Ямаха». В результате ДТП мотоцикл буквально разорвало на части. У 41-летнего водителя шанса выжить при этом просто не было. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда медиков. Предполагаемый виновник и его пассажирка с различными травмами госпитализированы в больницу. В социальных сетях также некоторые пользователи утверждают, что выезд легковушки на встречную полосу спровоцировал второй байкер, который появился прямо на его пути. Якобы отечественный автомобиль, уходя от столкновения с одним мотоциклистом, столкнулся с другим. Так ли это, теперь предстоит выяснить следователям. 72-летний пешеход попал под колеса «Лады» в Высокогорском районе. По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу с оживленным движением в неположенном месте. Водитель отечественной машины просто не заметил пенсионера, поэтому остановиться вовремя не мог. Все детали произошедшего в материале Лины Зинатулиной. Пожилой мужчина. Как утверждают очевидцы, пострадавшему мужчине было за 70. Он попал под колеса в Высокогорском районе возле садового товарищества «Крутушка». Водитель автомобиля «Лады» рассказал, что направлялся в Казань. Правил, говорит, не нарушал. Но в какой-то момент на его пути резко и неожиданно появился пожилой мужчина. Чтобы остановиться и не сбить человека, говорит, не хватило ни времени, ни расстояния. Также мужчина отметил, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В неположенном месте переходил дорогу, да, пожилой? А вы сами не видите? Здесь нельзя же проходить в любом случае. Пожилого пешехода с различными травмами госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. Степень вины и водителей пешехода сейчас предстоит установить сотрудникам автоинспекции. Лина Зинатольевна, Нафиса Минязова, Адель Малахметов, ИЗО 112. Полутора годовалый ребенок утонул в реке Бэрбаш, рядом с селом Большой Сардех в Кукмарском районе. По предварительным данным, отец и бабушка малыша были заняты во дворе своего дома делами по хозяйству. Мальчик в это время играл неподалеку. В какой-то момент взрослые его потеряли из виду. Тогда отец забил тревогу и стал искать сына, а также вызвал полицию и спасателей. Чуть позже тело мальчика отец обнаружил в реке в двух метрах от берега в ветвях ивы. На тот момент признаков жизни ребенок уже не подавал. На выезде из набережных Челнов сгорело бывшее кафе и пост автоинспекции. Это здание в народе именуют тарелкой. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно огонь внутри и сильный дым из окон. Помещение было пустующим, и пользователи из соцсетей предположили, что пожар вспыхнул из-за разведения огня людьми без определенного места жительства. В Татарстане ликвидировали нарколабораторию и изъяли больше 11 килограммов запрещенных веществ. По подозрению в организации незаконного производства наркотиков, полицейские задержали 28-летнего жителя Казани. Обыскав его квартиру и найдя там запрещенные вещества, стражи порядка отправились на другой адрес. Что еще обнаружили оперативники, расскажет Айрат Назипов. Третья позвонка. После задержания молодого человека полицейские принялись обыскивать его квартиру. Там стражи порядка обнаружили весы, упаковочный и посовочный материал, а также приготовленные к дальнейшему сбуду наркотики. Это марихуана, метилен, диоксин, метамфетамин и плодовые грибы, содержащие псилоцин. Все ваше? Да? Свою вину признаю полностью. Раскаиваюсь. Среди нам. Кроме того, полицейские выяснили, что незаконное производство марихуана подозреваемо организовал в частном доме, расположенном в Петричинском районе. Помещение, в котором культивировались запрещенные растения, было оснащено всем необходимым для хорошего урожая. В доме работало оборудование для полива, обогрева, вентиляции и освещения. Всего во время обыска наши сотрудники изъяли 54 растения, которые содержали наркотическое вещество. Свыше 4 килограммов марихуаны и около 7 килограммов гашиша. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия 28-летний подозреваемый будет находиться под стражей. Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Евгений Хайдаров. Продолжение следует. Продолжение следует...